Две насыщенные недели, более 450 артистов и 5,5 тысяч зрителей. Итоги 24-й театральной весны подвели в Красногорске. К традиционному фестивалю коллективы готовились в условиях ковидных ограничений, потому число спектаклей меньше, чем в прошлые годы. Театралы представили только 17 постановок. Зато каких, говорят жюри. Замечательный, очень высокий художественный уровень постановок, который мы увидели. Единственная сложность, мне кажется, с которой мы столкнулись, это как выделить лучших среди лучших, потому что все очень достойные и все молодцы. Каждый спектакль нужно сделать. Музыку, декорации, отрепетировать. На площадке Дворца культуры Подмосковья у них есть одна единственная репетиция. Поэтому очень непросто подготовиться к театральной весне и достойно выступить. Это правда, это очень сложно. И все же лучшие выбраны. Лауреатами третьей степени стали театральная студия «Волшебная карусель» Центра культуры и досуга Путилкова, а также коллективы «Родник» и «Родничок» Дома культуры «Луч». Вторую степень тоже поделили несколько студий. Театр слова, Муниципального центра духовной культуры и Кружева, КЦ «Архангельская». Призерам вручили дипломы и статуэтки, а победители в качестве приза ждут поездки на московские спектакли и возможность представить собственный в рамках проекта подмосковный арт-визит. Этими счастливчиками стали артисты студии МДМ, получившие звание лауреата в первой степени и обладатель гран-при школа гардемаринов под управлением Дмитрия Харатьяна. Тут никаких секретов нет. Работа, труд, увлеченность, заразительность, выразительность, как по Станиславскому все. И талант, конечно, потому что дети талантливые и просто нужно вовремя его распознать и раскрыть. На этом торжественный вечер в ДК Подмосковья не закончился. На главной сцене Красногорска в рамках церемонии закрытия театрального фестиваля представили «Золотой ключик». Спектакль о похождениях «Буратино» сыграли артисты лаборатории 3.07.